Музыка Всем доброго времени суток! Сегодня мы с вами рассмотрим основные функции камер и посмотрим как с ними работать. Когда вы открываете программу, у вас по умолчанию сразу стоит камера предварительного просмотра. Вот окошечко, в котором мы это видим. Вы можете здесь перемещать свою сцену, поворачивать, приближать, отдалять. В общем, это в принципе можно делать и здесь. То есть на основе вот этой предварительной камеры мы можем тоже сделать ролик, который нас устроит. Но мы с вами пойдем немножечко другим путем. У нас есть возможность добавлять в сцену несколько камер. Именно это мы с вами и сделаем. Где находятся наши камеры? Заходим во вкладку и выбираем камеру. Вот видите, у нас вот здесь вот камера уже добавилась. Мы сейчас смотрим именно из этой камеры. Мы можем дважды щелкнуть левой кнопки по названию и поменять ей название. Ну давайте дадим 0.1. Нажимаем клавишу Enter. И вот здесь вот, вы видите, у нас сразу же поменялась наша камера. То есть сейчас мы смотрим именно из первой камеры. Для того, чтобы можно было управлять ею, нам нужно перейти снова в предварительную камеру. Отдалить. Вот видите, у нас появилась на экране наша камера. Мы теперь можем ею управлять. Причем вот она как далеко у нас стоит. Если мы сейчас посмотрим на вид сверху. И отдалим. Видите, как далеко у нас стоит наша камера. Вот камера, а вот наша галерея. Для того, чтобы этого не было, мы можем сейчас камеру удалить и переделать все заново. Возвращаемся в нашу общую сцену. Приближаемся как можно ближе. Становимся, можно сказать, в саму галерею. Снова щелкаем по камере. Меняем ей название. И переходим в просмотр. Если мы покрутим, мы сейчас видим, что камера намного ближе, да? Вот с этого расстояния уже можно с ней работать и нам будет гораздо удобнее. Здесь мы можем камеру точно так же двигать по трем осям. Поворачивать в двух направлениях. Вверх-вниз и вправо-влево. Значит, в нашей сцене мы будем использовать несколько камер. Первую камеру я хочу пустить по кругу, чтобы у нас была правдоподобность того, как мы обходим зал в музеях или галереях, чтобы посмотреть все картины. Поэтому я нашу камеру немножечко двигаю, выставляю вот здесь. Для того, чтобы увидеть, что нам показывает камера, мы можем переключиться сейчас вот здесь на нашу первую камеру. И вот та картинка, которую нам она показывает. У нас есть еще одна возможность смотреть одновременно и с предварительной камеры. Вот мы сейчас вернемся сюда. И открываем панель мини-вьюпорта. Вот у нас появилась новая панель. Мы ее можем раздвинуть. Так, так. Вот, чтобы хорошо было видно. И вот здесь вот мы тоже поменяем на первую камеру. Вот мы видим, что у нас сейчас показывает наша первая камера. Я немножечко подвину так, чтобы можно было хорошо видеть и двигать нашей камерой. Здесь мы можем повернуть. Я сейчас поверну ее так, чтобы у нас хорошо была видна, к примеру, первая картина. Здесь мы можем поменять фокусное расстояние. Вот одно, другое, третье. Выбираем то, что нам удобно. Вот в данном случае, мне кажется, вот это самый удобный вариант. Вот мы настроили первый кадр нашей камеры. Для того, чтобы нам видеть анимацию и вообще заниматься анимацией камеры, нам желательно иметь еще панель времени. Так называемую таймлайн. Снова заходим вот сюда и добавляем таймлайн. Или нажимаем клавишу F3. И вот у нас она появилась. У вас она может появиться где угодно. Может быть и вот так вот. Чтобы нам удобнее было работать, я зажимаю левую кнопку мыши и тяну эту панель вниз. Вот так до того момента, чтобы она... Вот появилась синяя часть и отпускаем. И теперь наша панель закреплена. Давайте пустим нашу камеру по определенному пути. Для этого я немножечко вот так вот сдвину наш вид. Для того, чтобы создать путь, нам нужно зайти снова в эту вкладку, выбрать путь и поставить вот здесь маркеры. Вот я захожу на рабочую область и левой кнопкой мыши щелкаю по нашему экрану. Вот у меня появилось 4 маркера. Когда я их поставила, я нажимаю правую кнопку мыши, чтобы выйти из этого режима. И давайте посмотрим. Видите, они у нас очень маленькие такие, невидные. Скорее всего, они лежат у нас ниже под полом. Я немножечко вот так вот двигаю. Давайте мы его поднимем вверх. Вот я его выделила и подняла вверх. Можно снова перейти сюда. Вот это примерно тот уровень, который нам нужен для нашей камеры. Может быть чуть-чуть ниже. Теперь вы видите, если мы внимательно посмотрим, то у нас вот такое вот сглаженное движение. Я хочу сейчас сделать его просто линейным. Для этого я в панели модификации, вот у нас путь выделен, я вот здесь вот ставлю линейное. И наш путь сразу приобрел прямоугольную форму. Теперь я хочу немножечко изменить этот путь. Первый маркер подвинуть к нашей камере и немножечко подвигать все остальные. Для этого я нажимаю вот эту кнопку. У меня появляется немножечко другой курсор. Я выделяю первый маркер и начинаю его двигать точно так же, как все остальное. Вот я двигаюсь сюда. Ближе к нашей камере. Я хочу первый маркер пододвинуть непосредственно к камере, чтобы можно было его сюда прикрепить. Вот мы идем вот сюда. С разных сторон смотрим, как нам нужно его подвинуть и куда поставить. Видите, когда двигается, с разных сторон понятно сразу, куда его нужно поставить. Итак, вот первый маркер мы выставили. Теперь давайте подвинем второй маркер. Он очень близко там. Ну вот поставим его, наверное, вот в эту точку. Вот так, не очень далеко. И подредактируем остальные маркеры. Этот я подвину сюда. Вот этот тоже немножко ближе. Может быть вот так. Это уже на ваше усмотрение. И вот этот, наверное, ближе сюда. Ну вот пусть будет такой путь у нашей камеры. Последний маркер нужно, наверное, немножечко вверх поднять. И давайте вот эти тоже немножко вверх поднимем. Итак, маркеры мы выставили. Теперь нам нужно нашу камеру прикрепить к пути. Для этого мы, во-первых, нужно выйти из режима редактирования. Нажимаем на вот эту кнопку. Теперь выделяем камеру нашу. Можно здесь выделить, можно на экране. Переходим в панель модификации. Ищем наш путь. Вот он. Нажимаем вот эту кнопку. И прикрепляем к первому маркеру. Вот он у нас прикрепился. Теперь нам нужно перейти в последний кадр нашей анимации. Это можно сделать вручную. Вбить вот здесь. А можно вот этим бегуночком перейти в последний кадр. У нас сейчас по умолчанию 1800 кадров. Когда мы перешли в последний кадр, нам нужно вот здесь в пути поставить 100. Это у нас проценты. И нажать вот эту кнопочку. И выделяем последний наш маркер. Наша камера прикрепилась к последнему маркеру. Более того, наша камера еще и плавно поворачивается вдоль движения. Вот смотрите, видите, вот она поворачивается вдоль движения нашего пути. Значит, для того, чтобы изменить ей направление, вот мы можем поставить вот здесь галочку. И вот здесь выпадает целый список осей, вдоль которых она будет идти. Вы можете поэкспериментировать, понажимать. Я пока останусь на этом. Более того, в конце мне нужно будет ее подредактировать. То есть я хочу ее немножко повернуть. Для этого я выключаю вот эту вот ось и вот так выставляю то положение, которое мне нужно. Теперь смотрим, что у нас получилось. Вот слева в этом окне мы смотрим, что нам показывает наша камера. Давайте теперь сделаем акценты на некоторых картинах. Я добавляю еще одну камеру. Переименовываю ее. Вот так. Перехожу в предварительный просмотр. И сейчас настроим движение нашей новой камеры. Так, немножечко вот так подвинемся. Двигаем нашу камеру, чтобы она осветила нам вот этот угол. И еще одна камера у нас будет, которая покажет нам противоположный угол. Здесь мы тоже можем перейти во вторую камеру, чтобы сразу нам видно было, как мы идем и что нам видно из этой камеры. Вот так немножечко мы опускаем, поворачиваем. Двигаем, выставляем камеру так, как нам хочется. Так, как нам удобно. Вот, к примеру, я поставила на вот эту картину. Это у нас первый ключевой кадр. Давайте сдвинемся немножко. Сделаем движение нашей второй камеры. Я перешла в другой ключевой кадр. Ну, примерно. Пока мы не выставляем точно, мы просто примерно делаем какое-либо движение. Можно приблизиться или отдалиться. Ну, вот мы сделаем вот так. Я сейчас поверну эту камеру, чтобы видно было вот этот вот цветок. Можно на нем акцент сделать. Сейчас мы приблизимся к нему. И повернем. В следующем ключевом кадре мы возвращаемся к картине и поворачиваемся на нее. Вот так. И в следующем ключевом кадре мы повернемся так, чтобы нам хорошо была видна картина с парусником. Вот так подвинемся, развернемся, чтобы хорошо можно было его разглядеть. Можно даже вот так сверху вниз посмотреть. Вот так мы настроимся и потом просто опустимся, чтобы увидеть низ картины. И давайте посмотрим, что у нас получилось. Вот. Очень быстрое движение. Ну, в общем-то, то, что нам нужно. Ключевые кадры мы потом подредактируем. А сейчас давайте еще одну камеру создадим, которая будет у нас показывать следующий угол. Я хочу вот эти три картины тоже показать с близкого расстояния. Снова заходим сюда, добавляем еще одну камеру, переименовываем ее. Переносимся здесь в эту камеру. Здесь тоже переходим в предварительный просмотр. Отодвигаемся, чтобы увидеть нашу камеру. Двигаем ее туда ближе. Опускаем. А вот давайте с этого положения мы дойдем сюда. Это тоже будет интересно. Допустим, это у нас будет первый ключевой кадр. Мы двигаемся дальше. Двигаем нашу камеру. Вот, к примеру, вот так. Она у нас здесь покажет. И сделаем еще один ключевой кадр, чтобы она нам показала картину на соседней стене. Здесь мы ее поворачиваем. Вот так. И двигаем. Чтобы она нам хорошо была видна. Вот так. Давайте посмотрим, что мы с этой камерой видим. Вот тоже самое, да? Придвинулись и посмотрели, сдержали взгляд на следующей картине. Теперь нам нужно продумать, как мы будем переключать наши камеры. Я вот эту вот панель сейчас перенесу сюда. Чтобы она нам не мешала. Здесь мы открываем сцену. Закрываем все лишнее. Вот у нас три камеры. Мы сейчас стоим в первом ключевом кадре. Здесь у нас только третья камера видна. Видите? Нам нужно включить еще две камеры, чтобы нам было удобно работать с панелью таймлайн. Я захожу вот сюда. Закрываю нашу пропцию и включаю вот здесь галочки напротив первой и второй камеры. Если мы сейчас посмотрим, то у нас все три камеры теперь видны. Мы можем их переключать и совмещать ключевые кадры на этих камерах. Мы немножечко, наверное, вверх поднимем, чтобы было видно, как я себе придумала переключение наших камер. Сначала у нас идет первая камера, доходит до определенного момента, потом переключается на вторую камеру, показывает нам вот этот угол, потом снова включается первая камера, показывает вот эту картину, потом мы переходим в этот угол, на третью камеру и заканчивает у нас показ опять первая камера. Смотрим, что у нас с ключевыми кадрами. Вот у нас первая камера. Посмотрим здесь ее, что она у нас показывает. Вот она идет. Вот когда она доходит до вот этого уровня, это у нас 534 кадр, мы можем здесь переключиться на вторую камеру. Здесь у нас шкала очень маленькая, поэтому мы берем зум. Нам нужно ее уменьшить. Я беру, нажимаю на клавиатуре минус. И вот у меня появился тот кадр, где я остановила нашу дорожку. Значит, вот в этот кадр нам нужно поставить начало второй камеры. Идем сюда дальше. Ищем, где у нас ключевые кадры второй камеры. Сдвигаем их всем. Вот так. Двигаемся дальше. Может быть, можно было попроще это сделать. Если продумать все заранее, то можно было именно первый ключевой кадр ставить в той точке, которую мы сейчас себе наметили. Но я это делала по ходу, чтобы показать вам, как я это делаю. Не продумывала заранее, поэтому получилось вот так. Итак, я придвинула почти все наши ключевые кадры. Вот мы совместили первый ключевой кадр второй камерой с одним из ключевых кадров первой камеры. Теперь нам нужно раздвинуть вот эти вот ключевые кадры, так, чтобы у нас движение было не такое быстрое. Ну, вот примерно. Можно посмотреть, как у нас будет двигаться вторая камера. Вот мы включаем. Видим, все равно очень быстро. Давайте еще раз раздвинем. Мы еще уменьшаем масштаб. Это мы увеличили. Нам нужно уменьшить. Вот я уменьшила масштаб. Вот я раздвину вот так. Вот примерно на такое расстояние. Переходим снова в этот ключевой кадр и смотрим. Вот уже не так быстро, но можно еще медленнее сделать. Давайте мы переставим. Еще чуть раздвинем. Примерно на одинаковом расстоянии. И смотрим еще раз. Ну, пусть пока будет так, да? Так, теперь переключимся на первую камеру и посмотрим, что у нас здесь. В первой камере. Вот. Тот кусочек, который мы не будем видеть, да? А вот здесь, вот в этом ключевом кадре, нам нужно обратить внимание на вот эту картину. Значит, вот этот ключевой кадр мы совмещаем с ключевым кадром второй камеры. Вот я его двигаю сюда. Здесь мы переключимся. И смотрим, что у нас дальше будет. Давайте вот этот ключевой кадр мы все-таки немножечко сдвинем. и в этом месте включим третью камеру. То есть я передвигаю сюда наши ключевые кадры. вот этот ключевой кадр совмещаем с вот этим. Вот так. Здесь мы переходим в третью камеру. Смотрим, что у нас здесь. раздвигаем эти ключевые кадры. Вот так. Давайте с этого кадра проиграем, посмотрим, как у нас двигается третья камера. И вот здесь мы снова переключаемся на первую камеру. Это у нас вот так и вот так. Так, смотрим, что у нас первая камера показывает. Почему-то она стала ехать у нас обратно. У нас, судя по всему, вот эти два ключевых кадра остались лишними. Поэтому я их удаляю. И смотрим отсюда, что у нас камера показывает первая. Вот она вот так вот удаляется и приходит к последней картине. Вот это то, что нам нужно. Для того, чтобы переключаться с одной камеры на другую, нам нужно перейти на вот эту панель. В первом ключевом кадре нажать правую кнопку мыши и в выпавшем меню нажать первую камеру, потому что у нас начинается движение именно с первой камеры. Смотрим, где у нас начинается первый ключевой кадр второй камеры. вот сюда немножечко. Вот тот ключевой кадр, в котором мы переключаемся на вторую камеру. Мы нажимаем здесь, поднимаемся чуть выше, опять на вот этой вот панели, нажимаем правую кнопку мыши и переключаемся на вторую камеру. Следующий этап. Вот у нас заканчивается ключевой кадр второй камеры. Мы переходим сюда, снова возвращаемся на эту панель, нажимаем правой кнопкой мыши и переключаемся на первую камеру. И вот в этом ключевом кадре, это у нас уже третья камера пошла, мы переключаемся на третью камеру. Смотрим, вот закончились ключевые кадры третьей камеры и вот здесь мы должны снова переключиться на первую камеру. И теперь это окно нам не нужно, мы его закрываем. Видите, у нас появилась камера переключения и здесь мы можем посмотреть уже весь ролик, который мы сделали. Вот смотрим то, что у нас получилось. Немножко быстро получилось у нас вторая камера идет. Это можно все подредактировать. Ну, по-хорошему здесь нужно немножечко еще посмотреть, поиграться с этими ключевыми кадрами. Может быть, подвигать их. Двигать их можно просто вот так, вот зажав левую кнопку мыши. Может быть, где-то подвинуть на одной, на другой, на третьей камере. В общем-то, я думаю, что принцип, который я вам только что показала, вам понятен. Итак, в сегодняшнем видеоуроке мы с вами научились создавать камеры, посмотрели некоторые их настройки и научились их переключать. Более подробно настройки камер мы рассмотрим в других уроках. А на этом наш урок окончен. Всего вам доброго. До новых встреч!